Вот в ту сторону, там Кремль находится. Вот туда мы должны двигаться. Немцов снова рвется к власти. Что может последовать за его возвращением в большую политику? Будучи губернатором Межгородской области в 1995 году, Немцов издал в нарушение закона РСФСР об иностранных инвестициях три распоряжения. Этими распоряжениями он оформил приватизацию Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината небольшой немецкой компании. А заплатила эта компания за крупнейшего производителя газетной бумаги в России менее 7 миллионов долларов, что в 40 раз меньше реальной стоимости предприятия. Подчеркиваю, это конкретные документы, которые подписал лично Немцов. Кстати, за той немецкой компанией стояла гражданка США, госпожа Уилсон, будущая жена друга Немцова Бориса Бревнова. Долгое время она возглавляла Евразийское отделение Американского правительственного фонда «Вызовы тысячелетия», то есть в буквальном смысле строила демократию на деньги Госдепа. Именно ей Немцов, по сути, подарил одно из крупнейших предприятий области. В 1994 году Немцов выдал судостроительному заводу АК необоснованную гарантию по кредиту, чем нанес Нижегородской области ущерб в 19,9 миллиона долларов. В результате реализации пролоббированной Немцовым программы «Пенсионная нефть» бюджет пенсионного фонда потерял 163,7 миллиона рублей, то есть около 200 тысяч человек лишились месячной пенсии. На протяжении своей политической жизни Немцов несколько раз сближался с Березовским. В 1997 году эта близость обернулась для Немцова назначением на должность первого вице-премьера. Эта должность дала Немцову возможность подписать с Японией соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, которым вице-премьер разрешил японским морякам рыбную ловлю в пределах акватории Южно-Курильских островов без соблюдения российского законодательства. Тем самым Немцов фактически подарил японцам часть суверенитета нашей страны. Ущерб от этого соглашения составил не менее 10 миллиардов долларов. В феврале 2004 Немцов становится председателем Совета директоров концерна «Нефтяной», а в декабре 2005 следователи прокуратуры нашли в одноименном банке, входящем в концерн, несколько десятков поддельных печатей, учредительные документы фирмы «Днодневок», «Черную кассу». Выяснилось, что банк Немцова был одним из крупнейших центров по обналичиванию и отмыванию денег в России. «Нефтяной» перечислил через подставные фирмы более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов. Приблизительная стоимость ущерба составила, по данным прокуратуры, 54 миллиарда рублей. На руководство банка завели уголовные дела, шестерых посадили. Владелец концерна «Нефтяной» по совместительству друг Немцова Игорь Линшиц сбежал в Израиль. Сам Немцов быстро уволился. В 1998 году он зарегистрировал Национальный фонд региональной политики, который был средством перекачки денег из различных офшорных фирм, как, например, «Возрождение» и фирм «Однодневок», а также «ТНК» и «Юкос». Шли деньги самому Немцову, созданному им движению «Россия молодая» в Союзу правых сил. Но большая часть денег просто обналичивалась и исчезала. По такой же схеме работали и два других фонда. Спонсора Немцова, фонд социальной поддержки гражданского общества и фонд общественных программ. Причем даже сегодня Немцов не может внятно объяснить, за что эти фонды платили ему деньги. Это лишь немногие факты из биографии нашего героя. Таким образом, за свою долгую политическую жизнь Немцов нанес ущерб государству в размере не менее чем в 370 миллиардов рублей в сегодняшних ценах. Если человек нанес ущерб государству в размере 370 миллиардов рублей, как его можно назвать? Грабитель. Подонок. Я думаю, вором. Преступник. Как? Крыса? По крайней мере, предатель. Во время теракта на Дубровке Немцов струсил и не пошел на переговоры к террористам, остановившись возле входа в захваченный ДК. Тем самым он поставил под угрозу жизнь сотен заложников. А к террористам отправилась женщина, Ирина Хакамада и Иосиф Кобзон, которые описываете события так. «Я Патрушеву говорю, троих просит. Вдруг Немцов начал бегать, звонить куда-то. Нельзя, говорю, промедление смерти подобное. Сейчас они оскорбятся, что мы не идем, шлепнут кого-нибудь. И на нашей совести это все будет. Пойдем, Ирина, вдвоем». «Я помню, что вы поехали к зданию Норд-Оста. И вы были вместе с Ириной Хакамадой. Вы были внутри здания или нет? Вели вы переговоры с террористами или нет?» «Я не был в здании Норд-Оста». Менее чем через месяц после этих событий Немцов выступил против экстрадиции террориста Ахмеда Закаева из здания. Надо отметить, что Немцов и раньше поддерживал кавказское бандподполье. В 1997 году он, будучи вице-премьером, подписал соглашение о транзите нефти через Чечню, в соответствии с которым боевики получили из федерального бюджета около 10 миллионов долларов сверхплаты за прокачку нефти. Таким образом, Немцов создал инструмент финансовой подпитки терроризма за государственный счет. 22 декабря 2000 года он встречается в Магасе с представителями бандитов. А 6 сентября 2001 года, когда бандподполье в Чечне было практически уничтожено, Немцов заявил в эфире «Эхо Москвы» о необходимости переговоров со скрывающимся в горах лидером боевиков Масхадовым. Таким образом, Немцов делал все, чтобы не дать России победить терроризм. Почему человек поддерживает террористов? Ну, это просто твари. Ну, не знаю. Это в его личных интересах. Денег всем хочется. Уже в бытность свою губернатором Немцов был обласкан вниманием со стороны крупных западных политиков. В Нижний приезжали лидер демократа в Конгрессе США Ричард Тенхард с группой заокеанских губернаторов, бывшая премьер-министр Великобритании Маргарит Тэтчер и многие другие представители политического и бизнес-сообщества. Такой чести не удостаивался ни один из глав российских регионов. Уже тогда было понятно, что влиятельные западные круги делают ставку на Немцова. Опыт приватизации Балахнинского ЦБК показал, что ради интересов западных партнеров он может пойти на нарушение закона. На посту вице-премьера Немцов отстаивает интересы команды американского миллиардера Сороса. Убранный из госслужбы, Немцов четырежды встречался с Биллом Клинтоном. Затем уже при новой администрации разговаривал о будущем демократии в России с главой Госдепа Кандализой Райс и вице-президентом США Диком Чейни. Немцов отправляет свою дочь Жанну учиться в Нью-Йорке. Его двоюродная сестра Евгения уже много лет живет в Филадельфии. В ноябре 2010-го Немцов открыто выступает на форуме, основной темой которого было восстановление лидирующей роли США в мире. Вдумайтесь в это. Российский политик говорит о том, как нашему геополитическому конкуренту добиться лидерства. Немцов дружит с влиятельным сенатором русофобом Маккейном и советником Обамы по России Макфолом. С последним он даже обсуждает планы свержения Путина. Согласно телеграмме посла США Байерли за номером Moscow 30305 во время одной из встреч с Макфолом 19 января 2010 года Немцов с соратниками согласились, что целью политической оппозиции должна стать работа по предотвращению возвращения Путина на пост президента. Однако к низвержению его может привести только чрезвычайная ситуация. То есть Немцов готов на все ради прихода к власти. Поэтому неудивительно, что во время ареста Немцова американские официальные лица, включая представители Газдепа и Совета национальной безопасности, коллективно поддержали своего ставленника. Почему Немцова поддерживает Госдепартамент США? Ну, значит, он с ними заодно. Я думаю, потому что он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. Сегодня Немцов снова рвется к власти. Он хочет вновь раздавать государственную собственность своим друзьям, не платить пенсии и зарплаты, дарить национальные богатства американцам, вернуть террористическую вольницу в Чечню. Допустить этого нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА